Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, если... Здравствуйте, у микрофона Ольга Болезина. Напротив меня руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копанев. Здравствуйте. Добрый день. Мы начали в прошлой программе цикл, получается у нас цикл о строительстве дома. Успели поговорить только о выборе земельного участка, но мы поняли, что предприятие это действительно сложное, построить себе дом. Поняли, что не своими руками это нужно делать. И начинать привлекать специалистов нужно с самых ранних этапов, начиная уже с выбора земли. Тему земли хотела я еще продолжить. Вы сказали в прошлой программе, что дом за миллион это для кого-то мечта, но лучше закладывать сразу больше денег, потому что мы получим какой-то... Не до дом. Да, не до дом, ни на века, ни для всей семьи. А что касается площади земельного участка, там стандартные какие-нибудь, не знаю, 6 соток, это достаточно для дома или лучше ориентироваться на какую-то... Ну, минимальную конкретную площадь можете озвучить? Я считаю, минимально необходимой площадью земельного участка для строительства дома и дальнейшего проживания в нем, ну, как минимум, 10 соток. 6 соток это обычно площади в садоводческих товариществах, которые раньше выделялись каждому желающему. Но проживать на них будет очень неудобно, потому что кроме самого дома, на земельном участке необходимо разместить еще и вспомогательные постройки, это гараж, сарай, баня, теплица. Если мы их все установим на 6 сотках рядом с домом, ну, собственно, земельного участка как такового у нас и не останется. И будет неудобно пользоваться всем тем, что мы построили. Что натыкали туда. Конечно. А на рынке сейчас какая примерно средняя площадь или самая популярная земельных участков под строительство? Самая распространенная площадь земельных участков, выделяемых для строительства индивидуального дома, это 10, 15, 20 соток. В зависимости от того, где они расположены. И в зависимости, ну, наверное, от пожеланий, конечно же, застройщика, заказчика. Ну, то есть лучше не ужиматься. Конечно, лучше лучше не ужиматься. Рыбинок этому способствует. Да, все верно. Поговорили мы о том, что эксперт может нам помочь с выбором участка. Главное, чтобы мы каким-то образом обозначили географию. И какие-то другие требования, которые у нас есть. То есть двигаемся дальше в процессе строительства дома. Какой у нас следующий этап? Следующий этап. Когда мы, если мы решили грамотно строить дом. Значит, мы определились с земельным участком, провели изыскания. Определили в результате этих изысканий тип грунта. Определили наличие грунтовых вод. Ну, наличие либо их отсутствие грунтовых вод. И дальше определяемся с типом фундамента, который подойдет к нашему строению. То есть к нашему дому, который мы собираемся построить. Если это будет легкое строение, значит, мы можем выбрать для себя определенный тип фундамента в данном случае. Мы же рассматриваем процесс строительства дома с точки зрения экономии. Опять же, правильно? Естественно. Каждый заказчик, каждый застройщик пытается на любом из строительных объектов максимально сэкономить. Ну, большинство, по крайней мере, из них идут именно этим путем. Не всегда правильным, но тем не менее. Поэтому рассматриваем в данном случае тип фундамента с точки зрения, ну, наверное, строжайшей экономии. И в данном случае необходимо определить минимальный, наверное, минимально допустимый тип фундамента для того дома, который собираемся построить. Наиболее распространенными фундаментами у нас для индивидуального строительства являются свайный фундамент для легких строений на металлических сваях, которые вкручиваются в грунт. И, в принципе, больше не требуется проведение никаких работ. Это самый быстро возводимый фундамент. Его можно смонтировать за день, два, три, в зависимости от размеров строения. Но необходимо понимать в данном случае, что данный тип фундамента подходит только для легких строений. То есть кирпичный каменный дом нам на таком фундаменте не построить. А что с ним будет? А если мы его построим на таком фундаменте, ну, наверное, в будущем будем иметь массу проблем. Потому что те нагрузки, которые будет воспринимать фундамент от каменного дома, он с большей долей вероятности не выдержит. То есть сказка про трех поросят и каменный дом, который самый прочный, это только при условии, что нормальный фундамент там был подходящий. Да, то, что он на настоящем хорошем и подходящем именно к этому типу строения фундаменте расположен. Так вот, свайные фундаменты, еще раз презюмируем, подходят для легких строений. Это каркасное домостроение, это деревянные брусковые, либо рубленные дома. В большинстве случаев одноэтажные. То есть второй этаж уже должен заставить задуматься о том, чтобы что-то другое выбрать. Да, если мы строим двухэтажный деревянный дом, мы должны четко понимать и просчитывать нагрузки на фундамент, передаваемые от строительных конструкций жилого дома, от того имущества, мебели, оборудования, которое будет установлено внутри дома. Ну и учитывать снеговую нагрузку, которая у нас будет воздействовать на крышу дома и, соответственно, на все нижележащие конструкции. Так, а если не свайный фундамент, то тогда что? Другой, наиболее распространенный и, наверное, не самый дорогой вариант, это свайно-ростверковый фундамент с устройством буронабивных свай. Он подходит уже, значит, как раз вот для двухэтажных деревянных домов. Далее для легких каменных конструкций. Это газобетонные блоки, это керамзитобетонные блоки, это керамические блоки с облицовкой из керамического кирпича. Вот такой фундамент способен выдержать уже гораздо более серьезные нагрузки. И по затратам он обойдется намного дешевле, чем иные типы фундаментов, предназначенных для каменных строений. Допустим, сборный железобетонный фундамент, который был наиболее распространенным еще в советские времена и применялся в большинстве случаев для домостроения. А он устарел теперь? Почему нет? Он не устарел, он применяется точно так же. Только в данном случае необходимо понимать, что сборный железобетонный фундамент, он, наверное, будет наиболее дорогим вариантом из всех видов фундаментов, потому как затраты на него будут достаточно серьезные. И не всегда экономически целесообразно использовать данный тип фундамента при строительстве дома, если у нас нагрузки от самого строения будут значительно ниже, чем те нагрузки, которые может воспринимать фундамент. А значит ли в данном случае самый дорогой, ну или один из самых дорогих, самый надежный? То есть, может, мы решим перестраховаться и поставим легкий дом на такой вид фундамента? Ну, мы же рассматриваем с точки зрения экономии. Ну, если мы решили не экономить. Если решили не экономить, то, ради бога, это один из самых надежных фундаментов. И если правильно его смонтировать, то, по большому счету, мы избежим каких-то проблем в будущем. А вообще, вот если говорить об экономии, фундамент вы отнесли бы к какому номеру, допустим, в топ-5 вещей, на которых точно нельзя экономить при строительстве дома? Это первое место. Первое? Это первое место. Фундамент — это основание. Это основание нашего дома. И если мы сэкономим на нем, ну, по большому счету, я говорю, что мы в дальнейшем будем иметь проблемы со всем строением. Не только с самим фундаментом, но и с остальными конструкциями. Нам выбрать тип можно самим или у нас тут тоже должен быть консультант, специалист? Это в проекте как-то участвует. Как каждый из тех людей, кто решил строить дом, считает себя большим специалистом в этой области? Поэтому, конечно, мы стараемся выбирать сами, я говорю, во-первых, с точки зрения экономии выбираем, во-вторых, ну, наверное, из какой-то целесообразности или из соображений тех материалов, которые у нас уже имеются к моменту начала строительства. Или мы знаем, где взять материалы, которые стоят недорого. Допустим, БУ-материалы, которые можно приобрести там за какие-то небольшие деньги и использовать их повторно для строительства своего дома. Вот. А в данном плане я говорю, что все считают себя специалистами. Но в данном случае наше образование не позволяет нам делать правильные выводы, считая себя при этом специалистами в каком-то виде деятельности. Но интернет же есть, там можно посмотреть. Да, интернету можно доверять, но нужно проверять. То есть в открытых источниках, на интернет-сайтах можно найти до сейчас любые расчетные программы, с помощью которых можно посчитать и нагрузки, и прочности этих материалов, которые мы будем использовать, и применяемость этих материалов друг с другом. И все нормативы можно найти, но ведь необходимо четко понимать, каким образом эти знания и формулы, которые мы там найдем, нужно применять. Мы, обнаружив формулу, допустим, для расчета нагрузок, при расчете этих нагрузок можем не учесть всех особенностей, которые необходимо при этом учитывать, и получить результат, используя который, мы получим, ну, массу, опять же, проблем. То есть не досчитав нагрузки, которые будет воспринимать конструкция, мы в итоге, смонтировав ее, ослабим. И нагрузив ее в последующем, значит, строительными конструкциями, там, каким-то оборудованием, мы придем к тому, что она не выдержит просто этого веса. То есть это должны делать специалисты, которые будут просчитывать нам, вот, это кто будет? Да, конечно. Причем специалисты в данном случае не только будут просчитывать, они будут нести ответственность еще за выполненную работу. Ну, то есть это одна бригада какая-то, да? А тут нет необходимости в привлечении какой-то бригады-то специалистов. Это все может сделать один человек, эксперт. Все расчеты, они выполняются на этапе проектирования. То есть это в проекте у нас будет? Это в проекте у нас должно быть заложено. И определяем тип фундамента мы именно вот для проектирования, для того, чтобы в дальнейшем поставить задачу перед проектировщиком, перед тем человеком, который нам составит вот окончательный проект. То есть я так понимаю, что телефонная книжка у нас будет шириться по мере возвышения дома. У нас потребуется специалист по тому, специалист по сему, эксперт-оценщик, чтобы проверить, как поработали руками строители. Не совсем верная формулировка. Оценщик в данном случае может оценить только рыночную стоимость объекта. А как он называется правильно? Эксперт-строитель нам необходим, который будет проверять качество выполненных работ на определенных этапах, после выполнения определенных этапов работы. Сколько человек примерно может быть разных задействовано при строительстве дома? Ну, не так много, как кажется. Начнем с того, что нам, во-первых, нужен специалист, который поможет определиться с подбором земельного участка и проведением изысканий на данном земельном участке по выбору типа фундамента, который можно возводить на данном земельном участке. Далее необходим будет проектировщик. Это может быть один человек. Далее нам необходима будет бригада строителей. Ну, будем считать ее одним человеком с прорабом, допустим. Это бригада строителей. Сколько там будет человек, ну, не суть важна, который будет выполнять работы по строительству. Есть универсальные бригады, которые выполняют не только определенные этапы работ. Вот данная бригада только фундаментом занимается, данная только стены ложит, следующая только крышу ставит. Есть универсальные бригады или организации, которые занимаются строительными работами на любых этапах строительства. То есть могут возвести дом под ключ. Так, это уже упрощает нашу задачу. Мы ведь можем не пользоваться услугами каких-то сторонних лиц при строительстве дома. Мы, значит, получили проект, получили консультацию специалиста и можем самостоятельно приступать к выполнению работ. Если понимаем, как их правильно делать, если не сомневаемся в том, что у нас все это получится, можно все это делать самостоятельно. То есть организовать работы по устройству фундамента не настолько сложно. Вызвали бурильную машину, пробурили отверстия, залили буронабивные сваи, выставили опалубку для фундамента, залили ростверк. Собственно, фундамент через несколько дней готов. Ну, это упрощенно все. Если мы говорим про начало работ, есть мнение, что близится весна и пора. Есть другое мнение. Видео пишут, что лучше бы с фундаментом начинать осенью, чтобы прошло какое-то время, а к весне с ним произошло уже все, что с ним может произойти, усадки или что там еще бывает. И весной мы начинаем уже работать поверх фундамента, сам дом возводить. Вы, как эксперт, улыбающийся на последнюю идею, что рекомендуете? Ну, я считаю, что работы по устройству фундамента по началу этапа строительства, ну, основного этапа строительства, можно начинать на любой стадии, если участок подготовлен и готов к данным мероприятиям. То есть не обязательно заливать фундамент осенью, зимой, весной или летом. Без разницы, в какое время мы приступим к выполнению данного вида работ. Фундамент будет готов у нас, то есть наберет, вот если мы монтируем фундамент железобетонный, заливаем его из бетона, он наберет полную прочность только через 40-48 дней. Независимо от времени года. Независимо от времени года. Но в зимнее время года его придется подогревать, чтобы он не замерз. Либо вводить в него противоморозные добавки. Поэтому вот устройство фундамента монолитного железобетонного лучше, конечно, проводить в теплое время года, чтобы не воздействовали отрицательные температуры на него, чтобы мы не получили, опять же, потом какие-то проблемы. Если у нас бетон замерзнет, ну, это придет к тому, что нам придется потом все это разрушать и все работы переделывать вновь. Он потому что в итоге не наберет прочность, которую должен набрать. Приходилось ли вам с таким сталкиваться? На что это похоже? Приходилось сталкиваться и неоднократно. Мы выезжали на экспертизы по фундаментам не один раз. И приходилось видеть разрушающиеся фундаменты именно по причине того, что они были сделаны и заморожены. То есть были сделаны в зимний период времени, в холодное время года были заморожены. И в итоге мы получаем растрескивание фундамента. И, значит, при малейшем каком-то механическом воздействии разрушение данного фундамента. А с домом что происходит? Если мы поставим еще и стены, успеем установить стены на данный фундамент, то, собственно, мы придем к тому, что будем разбирать все строение целиком и полностью. Часто у вас встречаются в вашей практике такие случаи? В моей практике был только один такой случай, когда на некачественный фундамент были возведены стены, поставлена стропильная система и смонтирована полностью вся крыша. И пришлось разбирать? В итоге, да, пришлось разбирать все строение, потому что фундамент начал разрушаться. А чаще всего все-таки на этапе завершения фундамента удается увидеть все какие-то негативные проявления погоды? Тут все зависит от того, насколько спешит заказчик выполнить все работы. То есть, значит, мы смонтировали фундамент. У нас есть недели три примерно до начала выполнения работ по возведению стен. Потому что за этот период времени фундамент наберет определенную прочность. где-то процентов, наверное, около 50-70 прочности он должен набрать. Так вот, перед тем, как возводить стены, необходимо проверить прочность фундамента или качество работы по устройству фундамента. Каким образом это делается? Необходимо пригласить специалиста и произвести замеры прочности фундамента. Ничего сложного, не настолько дорога процедура эта стоит. Потратили деньги, узнали. Пригоден фундамент для дальнейшего использования? Не пригоден. А примерно какой процент стоимости там общего строительства дома на эти работы? Это меньше одного процента, меньше полпроцента от стоимости. Тут о каких-то процентах от стоимости дома говорить даже, ну, бессмысленно совершенно. Процедура необходимая, я считаю, и очень полезная. В плане того, что мы будем спать потом спокойно, зная, что у нас все хорошо. А что будет, если мы, допустим, не торопимся и решили дать действительно больше времени фундаменту на то, чтобы там, ну, посмотреть, что с ним будет при любой погоде, допустим? И дом сразу не поставили. Насколько времени мы оставляем? Ну, допустим, на полгода у нас просто стоит фундамент. Ничего страшного в этом нет. Оставляем на полгода, да. Деньги кончились. Ну, деньги кончились, завершили это обстоятельство. В данном случае фундамент необходимо защитить от воздействия окружающей среды. Ну, обычно это гидроизоляция. Обмазочная, клеечная, какая-либо, чтобы от воздействия влаги его защитить. Хотя, по большому счету, бетон, он сам по себе, от воздействия влаги и не должен по большому счету страдать. Потому как, ну, свойства бетона, они таковы, что незамерзающая влага, она на него негативно не воздействует. А вот когда, значит, он влагу набрал и происходит ее замерзание, вот тогда возможно растрескивание какой-то части фундамента, допустим, наружных слоев. То есть он может расслоиться. Поэтому к зимнему сезону, к перепадам температур от нуля и ниже, его в любом случае необходимо защитить от воздействия влаги. — Хотела еще вернуться к материалам. Вы говорите, что можно даже, ну, кто-то практикует использование бывших в употреблении материалов для заливки фундамента. Ну и в дальнейшем, наверное, при строительстве бывает такое. А вы, как я понимаю, не только с экспертами работаете, но вот еще есть какие-то, можно посоветовать проверенных надежных поставщиков, бывает, вот если там обращаешься и действительно получаешь под ключ комплекс услуг, да? — Безусловно, да, конечно, можем посоветовать. — Не подводили вас. — Мы стараемся сотрудничать только с теми организациями, которые, ну, не портят свою репутацию и, ну, наверное, стараются поддерживать качество работ на определенном уровне. — Ну и материалы там все, начиная от фундамента и завершая отделкой, да? — И материалы можно приобрести абсолютно все и оформить, значит, договор на строительство таким образом, что заказчик в итоге, ну, будет иметь, наверное, минимальное количество проблем, связанных с поиском, поставкой материалов и тому подобное. Ему необходимо осуществлять функции контроля. То есть посчитать количество привезенных материалов, посмотреть, правильно или хорошо выполнена работа, обратиться к специалистам, чтобы специалисты выполнили за него и эти работы, то есть проконтролировали количество использованных материалов, качество выполненных работ. Ничего сложного в этом нет. И обращаясь к специалистам на начальном этапе, вот на этапе формирования, понимания того, какой дом мы хотим построить, мы можем сэкономить наибольшую сумму. То есть при проектировании мы, потратив деньги на сам проект, в итоге сэкономим гораздо больше, чем мы на него потратим. В чем состоит экономия, я попробую сейчас объяснить. Значит, выбирая определенный тип фундамента для дома, ну, в первую очередь, да, то есть это наиболее затратная часть у нас из всего дома, мы как раз вот можем сэкономить максимальную сумму. То есть мы решили построить, допустим, мы решили построить, пусть будет каменный дом из легких бетонных конструкций, то есть самые распространенные сейчас материалы – это газобетонные блоки и облицовка из керамического кирпича. Для этого мы подбираем определенный тип фундамента. Кто-то хочет, значит, построить фундамент сборной железобетонной на 5-6 рядов этих бетонных блоков и при этом не делать подвальное помещение. Скажу сразу, что в данном случае нет необходимости монтажа вот такого фундамента, потому что это будет очень затратно и можно сэкономить больше половины стоимости, чем будут стоить вот эти конструкции фундаментные. использовав другой, иной тип фундамента. Либо мы можем использовать вместо этого фундаментную плиту, утепленную причем, ну, то есть она называется, ну, принято называть ее утепленная шведская плита, УШП, вот, или свайно-ростерковый фундамент, который выдержит нагрузки от данного типа строения. Он будет еще дешевле, и при отсутствии подвальных помещений данные типы фундаментов, ну, они будут наиболее экономичными и будут выполнять те функции, которые на них возложены. А вот здесь между одним и другим фундаментом какой порядок экономии может быть? Порядок цен, значит, давайте так, возьмем дом размерами 10 на 10 метров. Свайно-ростерковый фундамент будет стоить в данном случае тысяч, наверное, около 400-500 рублей. Сборный железобетонный обойдется ближе к миллиону. Понятно. А то и больше. В два раза? Если мы будем обустраивать еще и подвальные помещения, при этом, ну, это обойдется уже далеко за миллион. И это будет только фундамент. А мы с вами тогда говорили о том, что мы готовы построить за миллион. Время наше подходит опять к концу. Мы успели поговорить про фундамент и про экономию самые важные все-таки вещи. В следующей программе давайте анонсируем, о чем пойдет речь. Давайте попробуем двигаться дальше и поговорить уже о возведении стен, на чем можно сэкономить в данном случае, на чем не нужно экономить. Ну, и, может быть, поднимемся еще выше. Идем до крыши дома. До крыши дома. Главная мысль, которую я сегодня еще раз для себя вынесла, нужно контролировать. Вот это то, чего мы, наверное, часто делать не хотим, когда доверяем работу другим людям. Мы не хотим тратить деньги для того, чтобы контролировать, ну, чьи-то действия. Да и часто и время, и просто свои умственные усилия даже бывает жалко. Наша, не знаю, лень, авось, как это называется. Все верно, примерно так и называется. Мы с Сергеем будем бороться с этими заблуждениями и настроениями. Это программа «Что делать, если…» Наши выпуски можно найти в группе во Вконтакте нашей «Эхо Кирова» и на сайте «Эхо Кирова.ру». У нас в гостях был Сергей Копанев, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации и Ольга Болезина. До свидания. До свидания. Что делать, если…